Ну что, сегодня вот утро воскресенья, 16 сентября. Престольный праздник потеряет в честь святого мученика, епископа Некомедийского Анфима Свят Анфимовской общины. Виталий Калиников собирается уезжать по-хорошему, не убегает, ни с кем не поскандалил, а наоборот два дня до обеда Нужнались в этом. У тебя нынче другой отъезд, там я тебя просто выгнал и чтобы свет где-то там замело И вот это вы встречали, ходили оба, все встретили, вот Сергея Егоровича. Ну и вот, давай твой вопрос еще у тебя осталось Мне вопрос к Сергею Егоровичу. Почему твоя душа так рвется сюда, так скажем, потеряешься. Почему вот вроде уже такое время-то уже осеннее Потеряете в лице общины православных, села, которые живут по уставу, как монастырскому, только не монастырь Мне душа рвется потому, что это предел моих мечтаний. То, что я в жизни искал, праведное, справедливое, честное, божественное, я нашел во всем его совершенстве именно здесь Тут такая община, такое общение с людьми, которого я нигде не знал. Это как какой-то оазис православной веры, неповрежденной Мне здесь радуется на душе, потому что я вижу тут, как в начатке того рая, из которого был все время изгнан Адам Если так можно сказать. Я не идеализирую ничего В сравнении с тем, что я вижу в нашем миру, здесь совершенно иная картина Нигде такого нету, чтобы в селе не пили, не курили, не воровали Не было этой сатанинской музыки, чтобы люди были объединены идеей христианского воспитания детей Я все время слушал выступления Игнатия Тихоновича Лапкина в одном из фильмов документальных «Затусы потеряются» или «Предчувствия», где на вопрос, что у нас нет в России объединяющей идеи У нас действительно и в России, и в Украине люди разъединены А вот эта идея христианское воспитание детей, но эта идея объединительная Тогда все становится на свои места Дети, которые касаются не твоей по крови Но когда ты чувствуешь, что их надо воспитывать по-христиански И это чувство испытывают все люди, знакомые тебе и незнакомые Это действительно то, что может объединить людей При этом на здоровой основе Это просто замечательно Поэтому не случайно здесь 45 лет и дальше будет существовать лагерь Для православного трудового воспитания детей И я сам сюда приезжаю не как взрослый, не как уже солидный мужчина А как ребенок, который требует своего воспитания от Господа Но воспитание оно идет и через людей Через таких, которые сами воспитаны и могут подать пример молодежи Что я и наблюдаю Я вот присоединяюсь на технические его слова Ну вот сейчас новая волна началась, так скажем, обсуждений Я прямо назову это клеветнических обсуждений И вот мы ролик посмотрели вчера буквально Сергей, священник православной церкви Сергей Дудин Томской епархии И разговаривал по скайпу с Александром Дмухой Это бывший житель Потеряевки И вот они опять обсуждали И якобы сослались на протерея Геннадия Фаста, что он Сергею Дудину сказал, что обличай Геннадия Тихоновича Лапкина Но он ему не сказал обличай Сказал в общем обличать Это уже одна буква все переворачивает Ну вот это написано в послании Галатам Что помогали друг другу обречали Это евангельский принцип Ну он то не в этом ключе А он какой мой ключ один Ключ от ада У Христа ключи смерти и ада Они взяли ключ, который им не принадлежит Фальшивый ключ, которым они открыть не могут ад Если до Царства Небесного ей давно было, кажется, Петру А ключи ада и смерти у Христа Они вообще все ничего не знают Этот еретик Развратник Он говорит более понятно И больше правды в его словах Ну когда говорит о моем возрождении Нежели тот А он даже, ну внимание Когда у меня было возрождение А вот батюшка А батюшка вчера я стал говорить Он говорит Ты уверовал, ты сердцем принял А я-то говорит Когда? Через две месяца В первом классе вернулся домой Васильевьянов, наверное, или кто там Сказал, что Бога нет Мать говорит А кого я кормить-то буду-то? Тогда Отец пришел с поля Она говорит Так и так, Тихон Сын-то не верующий растет Отец расспросил У него одна рука Он головку его зажал Между колен-то Ремнем его А он тогда закричал Бог есть Он говорит Отпустил меня И с тех пор я стал верующим Мне вера-то пришла через заднее место Говорит И поэтому По покойникам и ездят по мощам Они там об этом рассуждают Игнатий, это Какое классическое православие? Ты заново прослушай Я вчера еще раз прослушал Слово православие Напоминает, допустим, 30 раз Слово Святая Библия ни разу О Христе речи нету О Церкви Христовой они не знают Православие, православие, православие Какое православие-то? Образованное Сталином Они другого-то православия не знают Ты опустись в то время, когда люди Служили Богу всем умным сердцем 5.13 Деяния по Из посторонних Никто не смел предстать Вы сделайте так, чтобы в храме Посторонних не было Не получится Оглашаю на извините Чтобы все до одного вышли Вот вчера приехали И у них, я не знаю, шоферы Или кто один Он стоял Ноги шире плеч Вот И я ему вывел И поговорил Показал Писаноги вместе То другое Я говорю Ты не с обиды? Да нет Это наш устав И многое ему рассказал После того, как К Кресту подошли Я видел А потом поговорили Даже, мне кажется Лицо его изменилось Когда-то он стал Отчужденный какой-то А то сделал-то как родной Первый раз приехал Где это есть? Приехали священники Об этом ли разговор Но другое Приехали хористы Руководитель хора Диакон Митрополит И в это время Мы в соседний дом Отправили их А там маша всех их одела Как будто они наши стоят Одетые Когда ласточки-то поют в храме А ласточки поют в храме Это одно из чудес Сегодняшнего века У меня племянник в армии служит Говорит Там фильм показывает И чудеса Идут потеряевка Ласточки поют во время Христос воскресенье А они щебечат Они кончили петь И ласточки вылетели У них гнездо Понимаете Мы ничего что-то не делаем Просто смотрим Библии Из посторонних Никто не смел пристать Как это сделать? Любой заходи-выходи У нас дежурный У двери стоит Смотритель Староста Вот у меня Бывает иногда подходит Вот у меня на работе Я договорилась Она просилась Расположена Можно привезти Нет Девочка вот такая Бегает в ликерии Мне звонят В храм опять просится Можно ее взять? А она Нет Членов общины Как бы не было Сюда звонят Я говорю Ну возьмите Наблюдайте Она говорит И все уже оделась Соли Ольга приехала Сестра Виктора Николаевича Савченко Женщина Она стоит По форме одета Уже сказали Это не полное погружение Крещеное Выйди Соглашаем Хорошо Это нигде не делается Я говорю Нигде Ни у Георгия Хочеткова Которые там знают И которых мы знаем Нигде это не делается Они не знают Этого Ну видите Игнатий Игорьевич Если им признать Как в чем Самое-то основное Препятствие К тому Что они это не делают Если они признают Что Как я думаю Правильно я думаю Поправьте Если они признают Что Это не крещение То В них камни полетят Видимо Я об этом думал Я думал На клочки разорвут Когда узнают Когда первый раз Я печатал на бумажке И отсылал Ахиереем О правильном крещении Я обманывался Оказывается Людям это не надо Они привыкли Этой лжи Жить И священники Улавливают Эту температуру И так и делают Им это не надо Речь не о спасении идет А нам Вместе мы сошлись Батюшка благослови Все То есть Славу друг от друга принимаете От единого Бога не ищите Христос сказал об этом Вот что есть Священник На это не идет Вот Андрей прямо сказал Вот Автокефалия То другое Которые говорят Мне противно слушать это Свободу дайте каждому человеку А они говорят У нас есть свобода Больше свободы чем у нас Я не встречал Люди приходят И говорят Так мы решили сходить к англитисам с 7 дня Пожалуйста Ходите только два Узнайте После богослужения Когда здесь были Угу Эти брошюрки Свети и Львовы Распространяют У меня целая пачка Я раздаю считаю Включаю явно песни После службы Сидим слушаем Ну где это есть Где А мы решили сходить к мусульманам с Богом Сходите То есть у нас Вообще Никаких препятствий Нигде нету С кем ты там молился Ты смотри А с еретики Еретики Молиться нельзя А как Совещание было Ну как Я вышел в коридор В другую сторону Повернулся А что не молитесь с нами Вы еретики я говорю Как еретики Да так Да кого же сейчас с нами тут Мы обсуждали о том Как людям принести Вес о Христе И они это насилие слушают И у нас канона У вас этого нету С еретиками Я не имею права молиться Вы в коридор Вышли из этого зала Ну я сразу Предвосхищаю Как сказать Замечание Что вы говорите Не надо молиться А вот есть видео Где вы с баптистами Молитесь О чем Опять же Слово молитва то О чем Если он молится Още наш Я скажу нет Не буду Речь о том Что он молится И говорит Что нет Духа Святого Или Христос не Бог Я не могу сказать аминь Апостол Павел об этом говорит И как Который зайдет человек с улицы Если он не понимает Как скажет аминь Так и здесь А я понимаю И с этим я не согласен Я и не молился Если аминь сказал Значит я молился А аминь не сказал Я и не молился Если я здесь стоял Это не молитва Но я совершаю молитву Православную И они все говорят аминь Они молятся Я не говорю аминь А говорят правильно Я говорю аминь Кто бы не был Почему Истина Что А Не знаю Не знаю А зачем знать то Знать не надо А я с этим согласен Есть такая поговорка А венитерия пословица Молвится О том что нельзя выплескивать Вместе с мутной водой И ребенка Если молитва Отче наше Это Господняя молитва Кто бы ее не читал Надо ее Поддерживать Ну берет Евангелие Считает А я слушать его Да иеретик считает Ну мне Обалдели Пастора Он Евангелие Считает Его нет Его голос только А голос Бог ему дал А у нас чего общего Зато он говорит Земля общая Воздух общий Солнце общее Как это ничего нет О чем говорить это Почему Прохову Илье не помешали Восемьсот пятьдесят Этих валов Жрецов то Он говорит Они скачут то другое Ну и все Спляска закончилась Игнат Тихонович Я вспомнил Вот это сравнение Александра Дмухевич Что вы Как разведчик Имеет место быть С разведчиком сравнил Помните Ну то есть Он имел ввиду Что Вот как раз Если человек На миссионерском Поприще Работает То ему Вольно-невольно Приходится Прямо Действительно Входить в общество Тех или иных Еретиков И там Начинать работать Это правильно У нас которые Баптисты обращались В православие Принимали крещение И мы им не советовали Уходить от Баптиста Поставаться там Пока работать Они оставались там Работали Приходили новые души Но Наступал момент Когда дальше уже нельзя было Тогда они уходили Вот у вас община Крестовоздвиженская Какой процент Пришли Из протестантизма К вам? Пришли Какой процент Людей Я говорю Которые пришли то люди Это живые люди Они умирают Теперь Какой процент Ну Вот из одной семьи было Целая семья пришла Они уже все умерли В возрасте Я еще могу сказать Ну вы все анализируете Все отмечаете Но мне никак нельзя Никак нельзя Нельзя сказать Сколько процентов Да и вообще Это я считаю Не нужно Никогда Давид подумал Сосчитать Получился По мозгам Бог такое наказание сделал А почему он стал считать Ему нужно было узнать Сколько Он может призвать Под ружье поставить А не просто Сосчитать Иначе Переписи На Христос Переписи участвовал Пришли они А в Библии Три раза говорится О переписи У нас тут священник один был Недалеко живет А сейчас Павел А вот перепись идет Это нельзя А то другое Я говорю Давай запишем Перепись нельзя Грех Это уверенно А Христос может грешить? Не может По природе своей он Бог Хотя он и Бог и человек Не может А он участвует В этом пришли Вот тут и рождается Их приеме Дальше Открываем Аховейское Так это еще была перепись Это не одна Во время правления Квериния Сирией Там еще Упоминают Разобраться У Луки Я говорю Как? Так выходит Тебя неправильно учил? Конечно неправильно Вы Библию не знаете И поэтому Кувыркаете все время На своем блудном поприще А ты Перед Христом Открой Вот я вам рассказываю Кто из вас Когда вот так было Чтобы тебя приняли Пригласили На какой-то конгресс Мы молились И вдруг Сказать Выступать давали И где я с капитра Выступаю У баптистов Выступаю В общине адвентистов А молиться нельзя Почему? Я слушаю Сначала молиться Правильно Совершенно Да И я говорю Аминь Да Господи Я согласен с этим Аминь Да будет так А теперь молиться Неправильно Я никак не могу Участвовать У меня Все четко Обдумано Заранее Вот мы приехали Молитву считаем И наше Путешествие Было успешное Нас три епископа Благословили Но это не игрушка Ночевать Все время Где-то в полосах Где-то прятаться в лесу На кого мы натолкнемся С грузом С деньгами Потому что мы 440 тысяч Только на горючее Потратили в этой поездке Это не 2 рубля И мы вернулись Благополучно Целое И машину Пригнали домой Из посторонних Никто не смел пристать А народ Прославлял их Это наша община А пока этого нету Значит ничего и нет Нет отделения от мира Они не знают Кого отделить Игнат Игорь Они к вам придрались Еще Слова прям вырезали Вот я стою Вы стоите И они из контекста Вырезали Причастие не спасает Прокомментируйте Не надо Причастие не спасает Если человек надеется На него Не знает Христа Потому что многие больные Немало умирают Из-за чего они Недостойно причащаются А как сейчас Чаще причащаются Такого нигде нету Ян Затонс говорит Они причащаются В 2 года один раз А Мария Египетская В 47 лет один раз А ее канонизируют Причастие нигде не написано Что спасает Я в Библии повторяю Оно дает жизнь Кто не будет есть плоти Сына Человека Не будет иметь в себе жизни Он мертвец будет Мертвый Его на добрые дела Не назовешься Но как Грешно Многогрешно А почему вы не говорите Слова Евангелия Первое послание Иоанна Рожденный свыше не может грешить Не может Как не может Да грешать же Не может Сначала объясните Объясните мне Не надо там смотреть на кого-то Не может грешить Почему По природе своей Он новый Он сроден Христу Подражайте мне Как я Христу А если ты Христу подражаешь О каком грехе речь идет Грешный Многогрешный Грешный Многогрешный Многогрешный Супергрешный Архигрешный Что спасает тогда? Что? Кровь Христа Ну вот это и есть причастие На Голгофе Не в чаши Не надо придумывать Ага Да Когда апостол Павел говорит Везде Кровь Иисуса Христа Счищает от всякого греха 1 Иоанна 1.7 Говорит о чем? А впереди два условия Ну Как? Какие условия? Не помню, Игнотих А если и мимо общения друг с другом Живем во свете И ходим во свете И как Он во свете Крой Иисуса Христа счищает нас от всякого греха А то кровь он dealer Но как ещё и она будет ощущать Когда ты в грехе живешь Вот оно В переди то ещё Две запятые стоят Если ходим во свете И как Он во свете И имеем общения друг с подобным А тут общения никакого там нет Вот теперь растолкуйте А то что за общение друг с другом, и что за свет? Очень просто на это сказать. Взять в школу заканчивал, Карл Маркс написал сочинение на 15 главу Евангелия Атерна, о виноградной кисти. Вот виноград, а леоби кисточки. Как там ягодки на ней находятся? Вот так и мы друг с другом рядом. Это поление. Одно полено не горит, а друг друга они поддержат, и печь горит. Мы дети одного отца, мы все вместе. Они так, туда не заходят, у сара брятцев, у них вообще этого понятия нет. Они себя провозгласили, а мы спасаемся, больше ничего нет. Ты лети, переходи к нам. У них вообще за 300 лет ни одного благовестника не было. Ни одного миссионера не было. Какое же спасение-то? А что за свет? Ходим во свете. Во свете Евангелия. То есть я ничего не скрываю. Вот у нас вообще нет запретной темы. Нет. А, ну что ж? А, сколько получают? А где были? Все скрывают где-то. Вот сейчас у нас один уехал, и три месяца его нету нигде. А я в другом регионе. А я уже знаю. Учатся в семинарии. И очевидно, где-то здесь мы сказали, пока ты с Игнатием, он вообще не у нас, не быть тебе священником. Я так предполагаю, пока я еще не разговаривал. А поехал куда? А уже еще в третий курс. И ему сказали, ну, третий курс за высшее образование. Жена с высшим образованием. Ребятишки. Ну, мы тебя сейчас рукоположим. И он рукоположит, и законно будет это. И поэтому только одного свогосигнатия вне знать. И поэтому визит тайна. Я уже знаю за этом. За этом яма. Чеховская. Там больше ничего нет. Блудный ум. Он знает, что нельзя крестить, будет крестить, мочить. И он пойдет на что угодно. Если решил стать священником, священником для себя, то ничего у тебя не будет. Ты священником для темной силы будешь. Ты подряд волна за волной будут идти люди, накрывать фартуком их и Петрахилию, и ничего не будет. Ничего. Я так предполагаю. Которые приходят, и мы с тобой беседовали, из текстантов, ну нормально. А другой стоит. Прямо с первой минуты. А вот я хотел учиться как-то, и чтобы священника. Я знаю, потерянный. Все потерянный. Посмотри, какие были песнопения у Светланы Копыловой. И как она с папами познала, что у нее получилось. Толкунова, Жанна Бесчевская. Они гнут под себя, и дальше еще нету. Она как будто талантом не обладала никаким. И такой человек, столько талантов, и все как будто куда-то проваливается. А почему? А потому что познавность с силой с этой. Он подрядку свою загоняет. Уходим уже из храма, священник кричит. Не забывайте, заказывайте, а за каждого человека молиться отдельно, там, 50 рублей. Игнатик, какое должно быть истинное призвание человека к священству? И как вы видите? Шесть слов Яна Златоуста. От Бога. Шесть слов Яна Златоуста. Скажите в двух словах. Нету, это не то. Ну вот вы говорите, что если человек сам захотел для себя, а как, какое должно быть контексты его жизни? Первое, отвергь из себя. Как говорит об этом Григорий Богослов. А так говорит, рассказывать им, говорить, для него, потому что шерсть, шерсть бить над огнем. Шерсть, когда из него выбирать и вплотную к этому, вот и все, ничего не будет. Он такой же, как все делаются. Когда стали у нас записываться, ну кто желает, в семинарию это, Добунов, он сразу отказался. Это быть такой, как они, но мне зачем это нужно, душу губить. Свободен я. Мы вместе проходили этот курс на священник, я полностью прошел в семинарию эту. Вот, теперь, чью-то ряску. Я примерил, снял и передал другому. Все, это не мое. Сидим за столом, епископы сидят, митрополит. Я говорю, почему вы не соглашаетесь быть священником? Я объясняю, я должен носить форму, да, это отделяет меня от народа. Митрополит Виталий посидел и говорит, да, пожалуй, так. Кое-где вход будет закрыт, ограмения везде открыты. Я не боюсь, они, вот смотри, сейчас пахнули отца Владимира, головината. Все, три месяца, говорит, нигде, чтобы его не было, не благословлять, ничего не надо, легко ли это ему? А дальше, а вот и тут все равно перешагнет, даже не, все сам снятый. Поп, прострига. И теперь, за каждого угла, хихихай ты, а меня они никуда не растерянут, я еще не имею. Я в первый день, когда обратился, я подумал, на чем они меня могут поймать? Могут то, что я очень люблю море, я сразу ушел оттуда. Теперь, я знаю стройку, программа был, иду на самую низкую работу. Теперь, они захватят это, этого, я сразу отбрасываю. Где? Я отбрасываю. Я сел и высчитал, на чем они могут меня ловить, что я ценю? Это ценное, я сразу выбросил. Я готов. И он, а вот и не знает это, начинает говорить, а вот такое, да ваши там, там дети, то другое, какие дети? Какие? А это разве не ваш сын? Да, но это духовный сын. А мы думали, это ваши дети, сказали, смотри, сколько у него детей. От скольких жен у него дети. Я говорю, от одной матери, церкви. И нету никого. Я свободен. Меня ни на чем не могли, нигде, ни в КГБ, нигде засыпить. А я с секретарями, горкомом, писал письма в ООН. Я знаю, протоколы сынских мудрецов в уме ставить таких, за которыми что-то есть. Если не по нам будет, сразу раз его, и все, Никсон полетел. Вот Эльгейт. Там такой-то не нравится клиент, а Тарас, ему тут Моника подскочила, какой секс был. А ничего нету. Когда беседовали у нас дома, там, Амроси, был Юрасов, там еще кто-то был, священники. Отец Геннадий говорит, да, неоднократно собирались люди, которые недовольны Игнатием. А потом, говорит, страхи разбегались после беседы. А почему? Они ничего не могут сказать. Вас спасает ваша безупречность. Засмеялись, и все. Я не думаю ни о безупречности, я думаю о моем Господе. Как не огорчить его? Я живу с ним. Если у меня не хватает в другого раза времени выполнить правила семикратно в день, Господь, видите, знает. Я работаю, копаю картошку и молюсь. У меня минуты нету, чтобы разум мой был свободен. Притом, мне Бог дал такое мышление. Просто я увидел, куда, о чем думал сейчас? Я думал, о чем думал, не знаю. А у меня слагаются проповеди. Я все время там. Раньше было в тюрьме, у меня стихотворение, поэмы целые. Я не мог не записать ничего. Там 106 стихотворений вынес Иисус. И какие ты сам видишь, когда поются. Не спешите меня хоронить. Или святая Русь. Когда была святая? Скажите данную срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вина, вина, война. Хватали все от севера до юга до порта Артура, оску, островов. Все подгребли. Самом тайгу и в югу и расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, трожили, жжет и рубит поясня. Мы опостылили от века и до ныне прибалки, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение, духи водное в крови. Тернистый путь, вход уж очень узкий. Тогда исполнить веренное нам не Русь святая, а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы Ехимеры. Ну, покажите мне у Роберта Рождественского, у Дементьева, там, и Кишенко хоть одно стихотворение подобное-то. Рядом не стоит. И каждая строчка заканчивается местом писания. Каждая строчка из Святой Библии. А это не мое. Бог дал мне и, представь себе, 3467 страниц полностью и ни одной поправки. Это не повесть какая-то, это стихотворение. Нигде не переправлено. С чистого листа пишу. Что непонятно-то? Я нигде-то в литературном институте сказал Лев Ашалин, быть-то он не может. Как это так? Мы, кажется, стихотворение там Пушкин 26 раз переправляет, зачеркивает, наутро подумает, вот это лучше. А мне говорят, столько времени прошло, вы могли бы подправить? Не могу. Я считаю и вижу, все они выше моего уровня. Они не мои. Я не имею права вторгаться. А вы книги отдали, а их там сейчас выбросят, сожгут. Я кого отдал Богу? Пусть наблюдает за ними. Господи, это Твое, я сказал, перекрестился и пошел, получил благодарность. Мне не надо заботиться, что уже Бог принял за себя. Самое страшное, что находятся люди, облеченные самым священным, и начинают говорить, что это от Вильзиула, талантливая. Ну как? Ну как, Господь, меня будут знать и вас. Если меня, говорит, признали, так, чего удивляться-то? Радуйтесь или веселитесь. Ничего страшного в этом нет. Это награда. Это для вас хорошо, а мы, которые слышим, это тяжело. Ну тяжело. А никто сказал, что легко рожать. Без гордых. На что это священники говорят? Ну, священник говорит, но не я говорю. Я за его слова не отвечаю. У меня, говорит, своих бревен хватает. Еще я буду его, сучки, выискивать. Я знаю, он не благовестник, не проповедует, неправильно крещен. Подряд всех причастствуют. Кто не причащался? Кто не причащался? Отвечает он, а не я. Есть вопросы, Сергей? Вопросов у меня уже нету, потому что ответы на них я всегда нахожу в Библии, в толковании, святых отцов на Библию. И поскольку, Ирнатий Тихонович великолепно знает Священное Писание, то и его ответы я нахожу многое, что-то полезное для моей души. И по поводу разоблачительных так называемых постановочных фильмов. Я в настоящее время не смотрю никаких разоблачительных посквей на своего духовного отца. Почему? Потому что у меня пока нету цели обречать их во лжи. Я лучше потрачу время на позитивное, познавательное для меня передачу, которая ведет Ирнатий Тихонович с вашим участием. Для этого гораздо полезней. Но если будет поставлена цель обличить его обличители, тогда я возьмусь и начну внимательно прослушать, записывать, комментировать. Ну, знаете, сатана, он неутайминный лжец. Ну что, я буду идти по его степени, каждый раз его обличать? Вот. Но это невозможно. Я лучше буду жить по тому пути, который предписан Господом по поверениям его. И читать жития святых, читать толкование святых отцов. И гораздо больше пользы для своей души получу, нежели буду ковыряться в том, извините за выражение, дерьме, который исходит из уст лжепастырей, отступников от православной веры и прочих сектантов. Вот так. Вот еще я видел, это сделаю, придумаю. Он закашлялся и дальше не знает. Так что, Игна, этот, отец Геннадий говорил, что в этом обещать, что он записывал много на магнитофон, а он не знает. Он об этом говорил. И тут же задает, и он не может ответить, и сказать надо, а я всегда из Сидора пилосио-то сразу вспоминаю. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вот так. Вот это означает, все забыл. Отнимает разум. И он прикапывается, говорит, а что говорит-то? Ну, да как, вот там было рождественское чтение, там Дворкин выступал, такая специальная тема, одна из 15, просто тема, тема, в Москве, международное чтение против Игнатия. И что? Ну, решили написать митрополиту. Написали? Не написали. Почему? Не знаю, там ассоциация такая была. Что? Ассоциация. Слово-то какое, как-то обоссались. Дальше. А до кого-то мы там были, вот это Ирине Илеонского, там Новопашин, священник Александр, и тоже решили там на Игнатия там составить. Ну, составили? Нет. Я звоню, два года проходит. Нет. Почему? Руки не доходят. А почему до Владимира дошли? Почему до меня руки не доходят, когда все книги отправлены были в три миссионерских отдела, как они называют. Дальше. В Одессу, в монастырь. Киево-Печерскую лавру отдельно профессор занимается за 15 лет. Можно было меня вызвать или сказать? Ни слова. Я же говорю, почему? А мне пишут, а что они, это самоубийцы? Им нужно, чтобы только вы их не тронули. Почему? Вы их сразу разложите по молекулам. Ну да, так и есть. А? Так и есть, знаете. Я ничего на себя не беру. Это не мое. Это благодать Божия. Это благодать. Вот благодать. Представьте, километр, первые мости где ходили. А я вчера туда поехал, грузовики идут, пошли, спорю. Как они там? Там не провалился камень? Проходят? Проходят. Но одна надпись выгорела. Я снова возвращаюсь, замеряю, опять делаю, Надежда сильно пишет, вырезаю стекло, опять еду, опять прибываю. Мне зачем это надо-то? Объясните вот этот поступок. А вы, если вы видели, у меня внутри, у меня там сияние идет. Они едут, приветствуют, сигналят меня. Они туда-сюда, с поля, везут в соседнее село, и мне надо вокруг. И оно не провалилось. Все говорили, ничего не будет. Никто не верил. Я говорю, сделать как горная река. Река протекает по камням, и все. И это все сделали. И почему вдруг вся помощь такая со всех сторон. Есть такой, мы там, человек 25, наверное, ребятишки все там камушки тащат. Это Бог делает. Буду ли это делать? Да никогда. Палец о палец не ударен. Там этот, это гуру этот, СД, социал-демократ гитлеровской партии. Вот они на меня нападают. Он говорит, гуру, гуру. Гуру это учитель. Это похвала. Он говорит, ладно, гуру. Чем гуру занимается? Степаненко, Максим. Вы найдите мне одного такого гуру, которого миллионы зарывает в землю, и ничего этого-то не имея. Ни одного жителя потеряки нету. Ну, найдите на такого. И два блаженных рядом с ним. Володя, да Никита. Вот еще два блаженных сидят. вахту передают. Один уезжает, другой заезжает. И ты его встретил. Так, ребята, надо собираться. Свято место, пусто не бывает. Так, ты выскажи мне все, что ты желаешь. Да, у меня еще... А, я? Ты мне выскажи, мне, мне. Потому что ты уезжаешь. У меня есть еще желание, но пока еще заработать надо, чтобы купить все книги, Игнать Тихонович. Вот, такое есть желание. Есть желание научиться перенять молитвенный опыт у вас. Ну, это внутренне, его нельзя. Но все равно, хоть в какой-то степени, понятно. Вот вчера говорит СД о том, что вот какая система, как в дельхом бороться. Нет системы-то. Он врет, врет на ходу. Никакой системы Христос не оставил. Только одно, рождение свыше. Пока рождение свыше нет, это ничего не даст. У тебя каждый день будут какие-то причины, да и молитва оба сухая. Ветер не зле. Все равно, апостолы же ходили, ходили, рядом ходили, и они же что-то. Я тебе ответил, все дальше. Ну, вот мое желание. Первое желание, ради рождения свыше, и ревновать, чтобы быть движимым духом святым. Угодно Богу это или нет. Ты видел, вчера, вот они приехали, священники. Я простое дело рассказываю, о пруду начинал разговаривать, и они уже оба стоят, где-то. Коснулись, видела фонаршку мою? Да, да, да. Ну, и все. Это как? Ну, вам возражайте. Красное, рожденное в крови. Синее, думать о небе, помышляйте о горе. Белый престол, все. Это и в Египте было, и в царстве Хамураппи, это было у инков. Все должны пристать на престол Божий. Все рождаются одинаково в крови. Это не просто плак, это дар неба. Это проповедь. И я выступаю в милиции, в воинских частях, три радиопрограммы, везде говорю о русском плаге. Дарь и Боже, ни один, ни один по сегодняшней. Так это было еще в парижскую коммуну, было. В разном направлении, в другом порядке стоят, и вот так вот стоят. А так человек не идет, он должен идти так. Вот, меня огромно благодарен, Стегнафь Николаевич, и вам, за вашу молитву, за вашу любовь, за ваше внимание, и все остальное. Мужчина, от священника приехал, спрашивает, а где вы прочитали? Нигде на молитве. Вот меня спрашивает там, писатель, Марк Иосиф Юдалевич, старейший, поэт, писатель, еврей, в Барнауле. Где вы темы берете? Это ваше стихотворение. А у него там вышло, ну, брошюра, уж восемьдесят, но он жил девяносто лет, надо с лишним. Я говорю, у меня угол есть, иконы, я лестовочку, я молюсь, и у меня как будто проплывает передо мной фраза одна, приверь к себе своим воображением. А что это такое? Кому говорить? Я не знаю, я на молитве раз, скорее, записал, записал, и дальше молюсь, закончил молиться. А бывает, вторая строчка идет, вторая, это уже другое стихотворение. А остальные 35 строчек, карта закончил, я беру ручку, скорее 35 строчек подписались. Теперь положено на музыку. Этого не бывает, люди этого не понимают, они не знают, о чем я говорю. Вадимом, Духом Святым, то есть, ты не сам. Миссионерские отделы нельзя создать, они их создают, они мертвецы. Это обман, это сатана смеется над людьми. Благовестнический, может быть, обличительный, как угодно называете, певческий, благотворительный, но миссионерский не создается. Миссия, это миссия, от него идет, от Духа Святого. Павел, однажды подумал пойти, Дух не допустил, в другое место Дух не допустил. И тогда в очередении македоняне приди к нам, дайте свет, отовсюду слышен македонский крик. Я правильно понимаю, миссия, это когда человек свободный, и он непосредственно от Бога получается ранее. И там только два человека, не может быть сто. Никаких отделов нет, и Господь по двое отправляет. Вот миссионерский отдел, 12 по двое, 70 избрал, опять по двое. Они даже этого не могут понять. Миссионерский отдел, это не указано расписаться там где-то за свечки вонючие, которые продают. Масковой свечей-то нигде нету. Обман. Красная, синяя, зеленая. Все черные. Вот такие вот агарки воруют. Я подошел на колокольную, а там два больших куля, полные агарки, вот такими агарками переплавляют. Варье. Все черное, Игнатик. А которые свечи-то приносят, а идут на исповедь, свеча, а священник, это идет 100, 200 человек. И теперь здесь свечи-то полными корзинами опять продают и опять к нему и опять целые туда. Тройная передача или больше. Это я все, я там работал в церкви. Это Рокфеллер позавидует, Игнатик Ильич. Да. Вопрос. Ты меня обречи. Ты уезжаешь. Ты был рядом. Я тебя давил здесь. Я издевался, говорят, над тобою. Я твою личность раздавил. Наоборот. Все, все наоборот, Игнатик Ильич. Вы скульптор личности человеческой, душа человеческой, личности, именно личности. Вы смотрите, ага, вот здесь у него вообще ничего нету, кости голые, даже мясо не нарощено. Вы начинаете работать с этим местом, наращивать мясо, чтобы человек был, ну, так сказать, сформирован, личность. Я вот так это вижу. А как ты думаешь, Никита выставил, я говорю, а колесник, видите, там что-то, женщина, и вдруг сейчас суету, тогда нету, обрано, нету. Ролика нет этого. Он поставил на одну ночь, а потом убрал. Почему? Убрал, потому что у него, Никита? Да, потому что у него про это, пока что он не может с технической, с технически определиться, у него идет звук, потом раз пропадает звук, вот, то есть он, наверное, заменил, и хочет заменить там что-то, то есть я ему делал замечание, говорю, у тебя звук пропадает, он говорит, хорошо понял, принял там, и все остальное. Ну так, ребята, уходим, да? Володя, иди сюда, если он ушел. Так, сейчас сидите. Так, я вас выключаю.